Опыт родов в каждой женщине не забывается, не стирается, не вытесняется. Он на всю жизнь. Поэтому я не хочу его прожить так, чтобы потом хотелось забить. Когда я пришла в себя и спросила, где мой ребёнок, мне сказали, нет больше твоего ребёнка. Понимаете, как мама это понимает, да? Мы были первые в городе, которые поставили свои требования к родам. В тот момент врач сказал, раз мы такие умные, почему бы не рожать дома? Я верю в себя как женщину, как маму. И хочу привести в мир ребёнка так, как чувствует сердце. Это невероятно. Людина поддерживает в более чем один год в целом мире Я выбираю домашние роды не потому, что врач не согласился с моим планом родов, а потому, что она обещала одно дословно. Она сказала, всё будет так, как ты захочешь. А по факту рутинная амниотомия, запрещенный приём Кристаллера. Я потомственная политуха. У меня бабушка, прабабушка, прапрабабушка. Все принимали деток. И эти знания я тоже другим женщинам передаю. Часто лунае запитание. Кто несет ответственность в домашних пологах? Наше дело имело национальный резонанс в СМИ в 2013 году. Международным социальным проектом Чудо в сердце и журналисткой Атанаэ Та было проведено небольшое исследование, результаты которого нас поразили. Поразят ли они вас? В их обязанность включается предоставить родовспоможение помощь семье, которые даже, будучи по протоколу в зоне высокого риска, предоставить эту помощь в домашних условиях. В Испании в медицинской консультации, когда сказали, что хотим домашние роды, был предоставлен список повиток, который помогает женщинам до родов, во время родов и несколько недель поздно. Я спрашиваю, что там должна быть лучшим способом для восприятия женщин и лабора. Там должна быть лучшим способом для восприятия женщин в этом мире. И я смотрю, и я нашла ответы. Редактор субтитров А.Семкин